МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Якутии, Китая и Монголии вновь в эфире. Это программа «Середина земли». В студии для вас работает Юлия Пермякова. И сейчас я познакомлю вас с новостями Бурятии за минувшую неделю. Здравствуйте! Богатыри подвинули львят. В Улан-Удэ на линию вышли два новых трамвая. Они значительно больше своих предшественников. Как новый общественный транспорт оценили пассажиры, мы расскажем в нашем следующем материале. Одобрено. Первый пассажир Игорь Шутенков. Тут же проверил, как работает бесконтактная система оплаты проезда. Богатыри действительно оправдывают свое название. Широкие, высокие вагоны. Они в полтора раза длиннее уже привычных нам львят. Что уж говорить про старые вагоны. Улан-Удэ – третий город в России, где запустили такие большие трамваи. Два года подготовительной работы. Видно же, что они большие по размерам. Поэтому готовили платформы, готовили остановочные пункты. Ремонтировали наиболее изношенные участки путей. Наш городской трамвай, Улан-Удэнский трамвай, не просто вытаскиваем из яма, он у нас визитная карточка уже. Он перевозит 20 миллионов пассажиров в год. 20 миллионов пассажиров в год. И с новыми трамваями количество пассажиропотока будет только увеличиться. Экологичный, безопасный, комфортный, может быть, еще социальный вид транспорта. Поэтому обязательно мы его будем развивать. И у нас в мастер-плане предусмотрена юго-восточную часть, юго-западную часть и в перспективе даже на машзавод. Максимальная вместимость каждого из богатырей – 193 пассажира. Это больше, чем у «Львенка» почти на 50 человек, что сыграет значительную роль в часы пик. С завтрашнего дня они уже будут по рабочим дням ходить по утренний час пик по маршруту номер один. Наиболее загруженный у нас маршрут – утренний час пик. А в вечернее время после обеда мы будем ходить по маршруту номер два. Перед выходом на линию трамваи протестировали. Они прошли более 50 километров по городу пустыми. Но в первый же день уже с пассажирами водители все равно волнуются. Комфортно, мягко. Но пока возле волнения перекрывается. Волнение? Почему? Потому что незнакомые кнопки? Потому что нет, кнопки знакомые, но все равно как-то непривычно. Ну а пассажиры с удовольствием разглядывают новый вагон. Казалось, после «Львенка» уже ничем не удивишь. Что у нас пассажиры ценят прежде всего в вагонах? В вагонах чистоту, порядок. Вот вам подсказывали. Зимой, чтобы тепло было. Вагоны низкопольные, удобные для всех категорий населения. К тому же для людей с колясками, велосипедами удобно будет ездить во второй части салона, где больше пространства и стоячих мест. Система оповещения остановок на двух языках – русском и бурятском. Климат-контроль, слоты для зарядки телефона. В общем, теперь наш общественный транспорт даже лучше заграничного. Юлия Пермякова, Середина Земли, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Иркутска. Улыбка с самого утра может сделать день лучше. Так считает водитель автобуса 42-го маршрута. Он поднимает настроение пассажирам, общаясь с ними по громкоговорителю. Нашей съемочной группе удалось попасть на рейс и прокатиться с позитивом. Каждый день Максим Филим встает в половину четвертого утра. Дальше по расписанию прибытие на базу, медицинский осмотр, техническая проверка автобуса и выезд на рейс. Возвращается Максим уже поздно вечером. А после он готовится к следующей смене. Несмотря на загруженное расписание, водитель признается, что любит свою работу и хочет, чтобы другие люди тоже с радостью ходили на свою. Я рад вновь вас приветствовать на нашем маршруте. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. Девиз автобуса – заходим, не стесняемся, выходим, улыбаемся. Вам не сложно, мне будет приятно. Профессии Максим уже около 10 лет, а за рулем нового автобуса – две недели. Раньше он раздавал пассажирам конфеты, а сейчас оборудование позволяет обращаться к ним через громкоговоритель, чтобы пожелать хорошего дня или вечера. А еще на протяжении всего пути играет заводная музыка. Сам водитель скромно говорит, что ничего особенного не делает. Мне нравится, что люди выходят довольные, благодарят, улыбаются. Значит, я работаю своим рукам. Мужчина отмечает, ему важно, чтобы пассажиры видели уважение и заботу по отношению к себе. Для них даже действует специальный чат в мессенджерах, чтобы заранее предупреждать о различных ситуациях, которые могут задержать транспорт в пути. Шутит, что иногда могут угостить чем-нибудь или сказать приятные слова в ответ. Это были новости Иркутской области. Передаю слово коллегам из Алисты. В этом году Михаилу Ванькаевичу Ханинову исполнилось бы 105 лет. Калмыцкий прозаик, драматург, переводчик, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны и партизанского движения в Белоруссии. Он внес значительный вклад в развитие не только республики, но и всего Советского Союза. В Алисте состоялся круглый стол, посвященный творчеству выдающегося поэта. Во встрече приняли участие научные сотрудники, студенты и школьники. Если говорить о Михаиле Ханинове как об отце, у него было шесть детей от трёх браков. Из них так пришлось судьбой, что этот писательский дар был передан мне. И поэтому все эти годы его уже нет с 22 сентября 1981 года. Я занимаюсь его художественным наследием, издаю монографии, учебные пособия, перевожу его произведения. Поэтому работа, конечно, очень большая. Что касается его влияния, то здесь, конечно, в первую очередь он на меня повлиял и как личность, и как поэт, и как переводчик. Поэтому, когда я говорю о своих учителях, в первую очередь это, конечно, мой отец. Это всё, о чём мы вам успели рассказать. А сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Коренная родовая община имени Владимира Сидорова является самой отдалённой в Алданском районе. Она располагается за тысячу километров от Алдана. В настоящее время в стойбище проживают 14 человек. Со взрослыми хозяйство ведут и трое детишек. Уклад общины строится в гармонии с природой, однако труд в тайге лёгким не бывает. Зима миновала, а впереди весна, которая нередко выдается по-северному непредсказуемой. Достижениями, заботами и надеждами оленеводы поделились с нашими корреспондентами. За тысячу километров от Алдана, в местности Чайдах, пылает очаг коренной родовой общины Сидоровых. Сегодня в тайге проживают пять семей – 11 взрослых и трое ребятишек. Арселане всего семь месяцев. С мамой, папой и старшим братишкой она приехала в стойбище в сентябре. Тогда Крохе едва исполнился месяц. Стараемся. Сын помогает постоянно, бабушки помогают, иногда муж, когда время есть, помогает. И с хозяйством, и с детьми. Успеваем как-то. Для старших членов семьи Нюргустан – незаменимый помощник. Сейчас он здесь самый взрослый. Его старшая сестричка ходит во второй класс и находится с дедушкой и бабушкой в селе Хатыстыр Белетского и Венкийского национального наслега. Раннее детство неразрывно связано с тайгой у всех членов семьи. С измольства приобщаясь к делу предков, детишки растут сильными и выносливыми. Дети никогда не болеют. Вот у меня 13 внуков. У нас, короче, 13 внуков. Все они вот в тайге выросли. В объятиях тайги жизнь не бывает беззаботной. Сохранение ставшего привычным уклада требует от каждого члена общины непрерывной отдачи сил и стараний. Быт оленеводы полностью организуют собственными силами. Зима в этом году выдалась мягкой. Лютых морозов не было. Не докучали и волки. Стадо стояло хорошо. Между тем, труд людей, чьи судьбы неразрывно связаны с тайгой, сопряжен с огромным количеством сложностей. Оленей пасем. Вот, например, наши вот эти ездовые олени. Основное стадо стоит отсюда в пяти километрах вверх по речке. Сами оленеводы говорят, что у них два дома. Один в селе, второй в тайге. Единение с природой – исследование ее законом. Для членов общины предпочтительнее жизни в цивилизации. В тайге уже привыкли. Я 85-го года здесь, как окончила ветеринарию, училище тирской. И сразу в тайгу так и живу. Коренная родовая община Сидоровых была образована в 1992 году. В Алданском районе она является одной из самых отдаленных. Путь в Хатестыр на оленях займет порядка недели. Воспользоваться авиатранспортом крайне проблематично. И вопросы доставки провизии и выезда в наслед оленеводам приходится решать только за счет собственных ресурсов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. Весна вступила в свои права. Жители монгольской столицы оценили встречу весны по-русски. На широкую маслинцу, которую организовал русский дом в Ламбатаре, собрались свыше двух тысяч человек. В русском доме в Ламбатаре этот праздник давно стал хорошей традицией. В этом году более двух тысяч человек собрались, чтобы отпраздновать вместе маслинцу. В гостях праздника впервые выступили артисты из Красноярского края. Коллектив Курагинского района Краснодарского края, в составе которого заслужены работники культуры России, лауреатам международных икс российских фестивалей и конкурсов, представили яркое детализованное представление «Проводы зимы». А танцоры и вокалисты ансамбля «Плесни и пляски метелица» показали зрителям Монголии зажигательные танцевальные номера. По традиции были и штурм масленичного столба, конкурс силачей с перетягиванием каната и традиционный хоровод у масленицы. Праздничная лотерея с 50-ми призами стала возможна благодаря участию благотворителей и спонсоров. Это предприятия России, которые расширяют деятельность в Монголии. Это были самые интересные новости минувшей недели в Монголии. Передаю слово своим коллегам из Китая. Министерство коммерции и Народный банк Китая объявили об упрощении продюжных систем для иностранцев, находящихся в Китае. Этому решению поспособствовало увеличение гаичества туристов в стране. По словам чиновников, теперь путешествовать и работать в Китае будет комфортно и приятно. Подробности в нашем сюжете. В официальном документе Народного банка Китая под заголовком «Руководство по платежам для иностранцев Китая» описаны все возможные варианты платежей и финансовых услуг, а также новые правила использования платежных систем для граждан других стран в Китае. Теперь эти сервисы стали гораздо удобнее. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы разобраться, как платить через свитчат. Я также уже несколько раз использовал Альпэй, а это значительно упрощает жизнь. Платить с помощью этих приложений очень удобно. Я прилетел в Шанхай пару дней назад и в аэропорту снял юаней 300 наличными. Но за все время так ими и не воспользовался, потому что я в основном плачу через Альпэй. В Китае нужно привыкнуть пользоваться мобильными приложениями. Через какое-то время, вы поймете, это гораздо удобнее. Да, Юй и Сяома – дизайнеры из Франции. Они приехали в Китай пять лет назад. И, как вспоминает Сяома, тогда возникало много сложностей с платежными приложениями. В то время мы работали далеко от дома. До офиса добирались на метро. Доехать до станции удобнее всего было на велосипеде. Но у нас никак не получалось зарегистрироваться в приложении или отсканировать QR-коды. Поэтому первое время мы много ходили пешком. Сейчас у них своя дизайнерская компания в Пекине. Вдохновение для своих работ они черпают в традиционной китайской культуре. И поэтому любят прокатиться по старым пекинским районам хатунов на велосипеде. Платить с помощью QR-кодов стало очень удобно. Люди легко привыкают расплачиваться таким образом. Мы уже считаем себя местными. В новом руководстве для иностранных бизнесменов по работе и проживанию в Китае Министерство коммерции КНР собраны рекомендации для китайских компаний и поставщиков услуг по оптимизации работы платежных систем, а также советы для иностранных граждан по вопросам оплаты жилья, использования банковских карт и мобильных платежных приложений в Китае. Во-первых, мы оптимизировали систему платежей, чтобы была возможность привязать зарубежную банковскую карту к приложению WeChat. Во-вторых, мы расширили сферу платежных услуг и улучшили обслуживание. Сейчас для иностранцев доступна оплата любых услуг, пусть онлайшопинг, доставка продуктов, оплата транспорта и жилья, покупка билетов в кино или театр и многое другое. В настоящее время наши сервисы поддерживают оплату со 10 международных электронных кошельков. В этом году мы надеемся расширить этот список, чтобы иностранным гостям было проще оплатить с помощью QR-кодов. Теперь граждане других стран в Китае могут либо привязать зарубежные банковские карты к китайским мобильным приложениям, либо напрямую платить через зарубежные электронные кошельки. Крупнейшие компании страны заявляют, что они продолжат работу по оптимизации платежных систем в интересах иностранных гостей. И все это для того, чтобы люди из любой страны мира чувствовали себя в Китае как дома. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Встречайте весну вместе с нами. И до встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина Земли».